Друзья, доброе утро! У нас сегодня будет с вами домашний влог. Я так думаю, потому что я никуда не пойду. Я немножечко извиняюсь за свой внешний вид. Я не успела еще пока не собраться, не умыться. Вот только начала день с чашки кофе, которую мне заботливо сделала Руслан. И нам уже привезли еду. Я как человек, который очень-очень ленивый, я крайне люблю магазин Утконос. И меня очень часто просят показать снова, чего я заказываю в целом на неделю. Поэтому давайте я быстренько полазим с вами по пакетам. По кошку уже вон сидит, ждет. А, конечно же, горы туалетной бумаги. Но туалетной бумагой не заказывайте так постоянно. Это я не знаю, насколько на месяц, полтора-два. А это почему туалетная бумага? А, смотрите, вот эта туалетная бумага, это бумажные полотенца. Я очень люблю ими убираться и на кухне, и посуду протереть, что-то такое. Папе, кстати, неплохой бренд. Это, кстати, вот тоже. Ну, как бы у нас была такая тема, все смеялись. Ну, кто же из блогеров начнет рекламировать туалетную бумагу? Блин, мне обидно. Я не рекламирую, но это реально очень крутая влажная туалетная бумага. Я на нее подсела в прошлом году. Ватные палочки, которые закончились. Какие-то, ешь здорово, вышли новые макароны без глютена. У нас в России тоже сейчас пошел тренд на безглютеновую еду. Я заказывала похожие на iHerb. Там пачка макарон стоила 250 рублей, эти стоят 70. Поэтому попробуем поэкономить. И также iHerb славится своими вкусными чаями. А я решила попробовать купить такие, знаете, прям Россия, Россия. Город Реотов делает. Смотрите, прям вот боярышник шиповник. Взяла на пробу, потому что хочу немножко слезть с кофеина. Хотя кофе все равно очень сильно люблю. Вафельки, перловая крупа. Я в последнее время перловой крупой заменяю рис, потому что рис для меня стал очень клейкий. Салат Айсберг. Он из салатов мне нравится больше всего, потому что он очень долго не вянет. И он может практически неделю жить в холодильнике. Какие-то такие вот наборчики я покупаю. Пельмени. Что самое интересное, вот эти вот останки традиционные. Очень много мемов на тему этих пельменей в интернете. Это самые дешевые пельмени, которые сейчас можно найти у нас, по-моему, в стране. Но они реально очень вкусные. Я не знаю, как так получается. Очень люблю вот такие вот котлеты. Я лентяйка. Когда бабушка узнала, что я покупаю такие штуки, она была в шоке. Потому что фирменное блюдо моей бабушки это капустные котлеты. Она их сама как-то там делает. Я это не умею. Я ленивая. Замороженные такие котлетки очень люблю. Сразу скажу, мы этим не питаемся постоянно. Это вот такая супер дежурная еда, когда совсем-всем плохо. Совсем все закончилось. И можно разогреть. Кстати, вкусно. Так, это открытие, которое мне подарила блогер JustWell. Валерия, Лер, спасибо тебе огромное. Это замороженный хлеб фан-фан. Из мяса что у нас есть? Во-первых, у нас весь холодильник забит говядиной какой-то деревенской. Поэтому я мясо особо сильно не покупаю. Филе голени индейки. И вот такая стандартная куряка. Из нее можно и суп наварить, и еще что-нибудь. Молоко. Молоко покупаем тоже много. Я читала кучу уже этих изысканий на тему того, что взрослым людям не нужно молоко. Но мы его пьем реально очень много. Я не знаю, почему это складывается. О, сосед начал хулиганить. Причем этот сосед, он делает свой ремонт уже полгода или год. Он реально достал. Отварная свекла. Вот тоже. Килограмм свеклы стоит достаточно дешево. Но сколько нужно потратить электроэнергии, грязи в кастрюле и времени. Поэтому я покупаю просто уже готовую кладку. Я сейчас себя стараюсь не особо радовать всякими печеньями и всем остальным. Но все равно приходится что-то покупать. Но хочется погрызть что-то вкусненькое. Фитнес, мультизлаковое печенье. Я не знаю, насколько оно полезно или нет. Также я люблю вот такие вот хлебцы хрустящие. Они в последнее время стали делать со всякими разными сиропами. Ну, покрытие как глазурь. Поэтому их можно есть как печенье. Очень вкусные черно-смородины. Еще какие-то. И какое-то вот такое безглютеновое печенье кокосовое. Какое-то оно было тоже очень странное. То ли 250 рублей пачку. Ну, не знаю, попробуем. Может вкуснее. Несколько пачек яиц. Потому что яйца тоже едят с огромных количеств. Лива, всякая там сметана, сыр, какие-то сосиски, куриные, пармезан. Меня все время все ругают за сосиски. Говорят, хватит жрать сосиски. А я люблю сосиски иногда, раз неделю поесть. Масло, моцарелла. Моцареллу я ем со свеклой. Так, ну, сметана это понятно. Сметана много не бывает. Какие-то йогурты. Но йогурты тоже я часто не ем, потому что они крайне сладкие. Ну, вот прям тоже буквально раз в недельку получается. В основном их Руслан ест они я. Пачка творога такая тоже дежурная для каких-нибудь сыр не тот. Так, ну и финалочка. Финалочка овощей. Это, конечно же, огурцы, помидоры, грибы. Грибы, шампиньоны. Обожаю их. Могу есть и сырыми, и что мы еще с ними делаем. Сыры в салат. В омлет я их очень люблю добавлять. Из фруктов. Я в последнее время не очень люблю фрукты, поэтому покупаю стандартно. Только то, что нравится мне, а я люблю только киви и апельсины. Ну, в принципе, вот мы с вами разобрали вот этот вот стандартный наш заказ еды на неделю. Конечно же, я не показывала какие-то там еще дополнительные крупы, картошка. Ну, всегда что-то остается дома. Но в целом, как-то вот так у нас получается вот такой вот огромный стол еды. А потом еще возникают вопросы, почему я такой это. Пухляш. Как вы думаете, зачем человеку так много бутылок с водой на балконе? Намекну. Это потому, что часто, точнее всегда, летом в Москве отключают что? Правильно. Горячую воду. Поэтому все пятилитровые баклажки, которые у нас есть, летом мы оставляем и греем тут. Сейчас на улице достаточно холодно, кондиционер не работает. Вообще у нас кондиционер вот такой. Меня очень часто спрашивают. Это не сплит-система, это мобильный кондиционер. Он выдувает воздух вот отсюда. Соответственно, кондиционер стоит в комнате. Воздух выдувается сюда и на балконе становится очень-очень-очень жарко. Соответственно, в том году мы вообще не кипятили воду, потому что на балконе было градусов 45. Я, наверное, не знаю. Вода была горячая, мы просто брали несколько баклажек, несли в ванну и мылись там с помощью них. Ты мне поможешь, если что, кастрюлю с кипятком потом отнести в ванну? Хорошо. Класс, кипяток готов, можно мыться. И главное изобретение нашей квартиры – это душ-топтун. Вы понимаете, Москва 2017. Душ-топтун, тазик, резинка – это просто какой-то адский ад. Но на самом деле эта штука нас в том году просто дико выручила. Сначала мы очень сильно смеялись, думали, что это глупость, но оказалось очень даже полезно. Современность, будущее уже с вами. Ну, собственно, вот таким вот классным методом придется мыться в ближайшую неделю, 10 дней. На самом деле без смеха те, у кого есть дача, наверное, знают про это изобретение, а те, у кого нет, очень рекомендую. Штука стоила что-то в районе 3000 рублей. Встаешь на нее пятками, прожимаешь, вода берется отсюда и поливается вот в такую лирику. Честно говоря, это гораздо удобнее, чем всякие тазики. Как бы смешно это не выглядело. Так что у нас сегодня с вами настоящий бьюти-блог. Только бьюти-блогер вам может показать душ-топтун. Найти его, кстати, можно на зоне и во всяких магазинах, которые продают всякие классные веселые штучки для дачи. Вот там эта штука продается. Друзья, пока была в душе, курьер принес какой-то симпатичный розовый мешочек. Вообще, конечно, я обожаю свою блогерскую деятельность, потому что всегда привозят что-то классное и красивое. Давайте смотреть, что там такое. Продолжение следует... Продукт это у нас увлажняющее масло для губ. Пахнет какими-то ягодками. На вкус приятный и, как видите, просто такое, как увлажняющее масло. Так, следующее давайте посмотрим вот такую матирующую базу. На Т-зону я ее хочу нанести, потому что у меня эта зона всегда поблескивает. Практически без запаха. Похоже по ощущениям на увлажняющий праймер, но при этом с таким эффектом вельвета на коже. Ну, кстати, и Т-зона стала блестеть меньше. Так, ну а теперь давайте попробуем тональный крем. Несильная отдушка, я бы сказала, практически такая незаметная. У него достаточно полупрозрачная текстура. Ой, надо же! В рассылке подобрали оттенок, который мне подходит. Обычно так не случается. Вы знаете, на удивление, цвет лег очень-очень равномерно. Наносила с помощью кисти. Иногда кисть может полосить. Не скажу, что это исключительно матовый финиш. Не скажу, что влажный. Нет. Скорее, такой приятный вельветовый финиш естественного покрытия. Вот, наверное, ближе к этому. Карандаш для бровей не сухой. И не очень жидкий, как иногда бывают такие густые восковые карандаши. Очень симпатичный оттенок без рыжины, такой темно-русый. Такие редко бывают. А номер 01. У кого похож цветотип на мой, присмотритесь. Сразу и карандаш, и щеточка. Румяна называется Too Skin Pressed Rouge Pocket. Такая маленькая симпатичная упаковочка. Оттенок это номер 01. Такой классический пыльно-розовый. В качестве ежедневных румян самое то, в принципе. Очень красивый хайлайт. Смотрите, какая у него прикольная текстура. Жемчужная, похожа как будто бы на какой-то, не знаю, как обивку дивана. Почему-то мне это напомнилось. Симпатичная. Хайлайтер, опять-таки, очень такой ежедневный, без большого количества блесток. А вот именно такое жемчужное сияние. Ну, тоже красиво, потому что иногда с хайлайтером очень легко переборщить. И мне нравятся такие продукты, которые можно наносить достаточно щедро. Но они не дают такого очень яркого, блестящего покрытия. Тушь называется Secret Tail. 9 грамм. Скульптурирующая тушь. Резиновая щеточка. Давайте пробовать. Абсолютно не колет ресницы. Мне многие мои девочки пишут, что почему не любят резиновые щетки. Потому что иногда щетинки очень грубые. Здесь мягкие, ничего не колет. При этом достаточно неплохо прочесывает реснички. Тебе понравился мой макияж? Пусть. Ну что, девчонки, как вам? Как говорится, натуральный, естественный солнечный свет. Самый строгий судья в плане макияжа. Получилось очень по-ежедневному. Очень стильно. Мне безумно понравился карандаш для бровей. Потому что я редко нахожу вот такие вот оттенки, которые безражены. Это очень здорово. Очень приятное масло для губ. Прям губки пропитались. Лишний блеск ушел. И осталось именно вот такое очень приятное влажное покрытие. Хорошие новости состоят в том, что вы тоже можете выиграть точно такой же набор косметики, которыми я красилась сегодня от бренда Белль. В их соцсетях сейчас проходят конкурсы. Я обязательно оставлю все контакты под этим видео. Переходите. И так что сможете выиграть вот такой же красивый розовый мешочек с прекрасными продуктами от бренда Белль. Ну, выглядит как-то очень по-домашнему. Ну да. Все-таки это было хорошее решение сделать ежедневный макияж от Белль, потому что должен был быть домашний блог, а в итоге получился не совсем домашний блог. Выбрались на улицу. Смотрите, как по естественному. Смотрите, хорошо смотреть. Хайлайтер даже. В общем, мы зашли поедать бургеры. Я в каком-то детском свитшоте. В общем, 29 лет скоро, а я все как какой-то розовый малыш. Я вам хочу показать очень классные продукты, которые сейчас можно найти в Эль-де-Буте. Это акция, ну, как такая коллекция средств. Возьми с собой. Рядом с кассами стоят такие большие лоточки. Там находятся продукты в тревел-формате. Это очень удобно для тех, кто сейчас собирается путешествовать. Да и не только путешествовать, чтобы какие-то свои любимые продукты можно было взять именно в таком небольшом формате, который не будет очень много занимать место в вашей косметичке. Там можно найти просто огромное количество продуктов, как в средней ценовой категории, так, в общем-то, и подороже. Что у меня есть классное? У меня есть вот такая вот малышка-туш от Сифара. Очень классная штучка. Мне безумно просто нравится. На лето я обожаю такого типа продукты. Это вот такой панда-стик. Охлаждающий стик для глаз. Дарит очень приятное ощущение такого глубокого увлажнения и охлаждения. То, что нужно. Есть водичка вот такая вот от Clorans Eye Makeup Remover. Базы от Makeup Forever представлены в огромном количестве. И здорово то, что продукт, в принципе, достаточно дорогой. Поэтому даже удобно взять его именно вот в таком миниатюрном формате, чтобы понять, собственно, нужно вам это вообще или нет. Или наоборот, если вы точно уже знаете, что продукт ваш любимый, но таскать с собой большую версию косметички неудобно. Невозможная просто от Arborian бамбуковая маска увлажняющая. Точно так же невозможный просто BB-крем. Наконец-то у меня вот он в таком среднем оттенке. Самый светлый мне всегда был светловат. Я все-таки такая немножко, как сказать, девушка загорелая. Резиночки. Очень классный набор, кстати, от Estee Lauder есть. Тоже продукция не дешевая. Поэтому в таком мини-формате вам хватит, ну, не знаю, на неделю, на две использования точно, если так достаточно аккуратненько наносить. И можно хотя бы будет понять, нужно это вам вообще или нет. Так что классная акция. Ну, и блендеры там можно найти. Присмотритесь. В Эльдеботе все это дело вы легко найдете. Да, еще, кстати, в Эльдеботе можно найти вот такую классную прикольную щеточку от Sephora. Смотрите, какая она классная. Можно снять верхнюю крышечку и, соответственно, в верхней крышечке хранить какие-нибудь резиночки там или еще что-нибудь такое. Ну, и, в общем, такая вот походная щетка. Легким движением руки щетка превращается. Щетинки убираются. Гениальнейшее изобретение, потому что, ну, сами знаете, все время там остаются наши какие-то волосики, когда ты расчесываешься, да, поэтому теперь... И чистота. Так что Sephora, это клевый запуск. Спасибо вам большое. Так, главный распаковщик пришел. К нам наконец-то приехал телевизор, который я взяла для мамы ей в подарок на день рождения, потому что ее телевизор пришлось отдать бабушке, так как мы там сделали ремонт. Сейчас мы просто быстренько проверим, работает ли все хорошо. Пуся. И завтра тогда я уже повезу его к маме дарить. Давайте сейчас посмотрим. Такие ножки у него будут серебряные. Правда, думала, что они будут черные. Ну, ладно. Что нужно? Какой-то он легенький. Слушай, ну он побольше, чем наш, да, чуть-чуть? Ну, на 2 км целых. Ой, там даже меня видно. У него основная фишка, я так понимаю, это Android TV. То есть операционная система Android, и можно устанавливать... Слушай, ну это лучше, потому что у меня у родителей у всех как раз Android, и нам вот эта тема там с Apple TV, она им как раз-таки не особо нужна-то. Беспроводное соединение с интернетом по Wi-Fi. Ну, все, и Android. Так что отлично, может быть, можно будет с Android картинку сюда направлять. А время уже само как-то настроилось? Через интернет, да. Все, нашлось, не КК-8. Для тех девушек, которые усердно с позитивностью... Это как в... Как этот мультик был? Каникулы в Простоквашеное. Вашу маму и тут, и там показывают. Будем начинать, как всегда. Удивительное дело, но я первый раз смотрю блог Сергея Дружко. Это же просто человек-мем. Моя любовь. Ну, в принципе, вот так вот быстро наступил вечер уже. Половина одиннадцатого. У нас ничего супер важного и серьезного. Мне кажется, большинство людей вечер проводят за просмотром каких-нибудь сериальчиков. Мы сейчас смотрим сериал «Илион». Не могу сказать, что он мне безумно нравится. Это продолжение кухни. Кухня была все-таки как-то поинтереснее по персонажам. В общем, каждый хомячит, что может. Вот, Руслан тут ест какие-то хлебцы с оливками, вишню в шоколаде, а я по фруктикам. Я знаю, что есть фрукты по вечерам не очень полезно, но все-таки люблю. Так что, девчонки, дорогие, рада была побыть этот день немножечко с вами. А теперь пора немножко побыть наедине с собой. Люблю вас, целую. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Будет очень приятно почитать ваши комментарии, посмотреть на ваши лайки. Пока-пока!